Доказана эффективность специфической иммунотерапии при лечении аллергического ринита. На чем основан данный метод? Данный метод основан на введении больному специфического вещества, сыворотки, лекарства, называйте как хотите, для подавления аллергической реакции. При известном аллергене пациенту больному вводят антиген, то есть вводят это же вещество, но в малых концентрациях, постепенно повышая дозу, приучая организм не реагировать на это вещество. И тем самым так называется аллерген специфическая иммунотерапия, то есть находим причинный аллерген, начинаем вводить в малых разведениях, рассчитываем индивидуально дозы под больного, и спустя какое-то время уже организм не дает ответ на данный аллерген. То есть мы больного уводим от аллергии, но на данный аллерген. Если у больного полиаллергия, 2, 3, 4 компонента, то мы убираем всего 1, 3 у нас останутся. И здесь возможно применение либо 2, либо 3 компонентных лекарств, но больше смешивать большая нагрузка на организм, просто-напросто тогда растягиваются сроки этой асид-терапии, иммунотерапии, потому что применяя 2-3 компонентный, мы через какое-то время должны будем заняться допустим 4 и 5 компонентом, если он есть. Но часто такие бывают, как и моноаллергия, там или 1-2, так и бывают 3-4 и более компонентов, здесь нужно выводить какой лидирующий, какой важный. То есть о чем я сейчас рассказываю? Я рассказываю, что иммунотерапия на сегодняшний день является золотым стандартом лечения аллергии вообще. Не только аллергического ринита, аллергии вообще, особенно ингаляционной. То есть растительные, пылевые, пыльцевые, там, животного происхождения, значит, позволяет в большинстве случаев на 100% у пациента избавить от проявления аллергии на данный вид аллергена. Если у тебя аллергия на кота, то ты будешь, мы позволим тебе жить с твоим животным. Если у тебя аллергия на собаку, то же самое, по прошествии какого-то времени аллергии на собаку не будет. Если у тебя четко выведена аллергия на березу или на амброзию, то то же самое мы избавим от этого аллергена. Если поливалентная, то есть если там полиаллергия, то уже эффективность терапии будет чуть ниже. Но недостаток этой терапии в том, что это долго. Это не дипроспан, который пришел, уколол и ушел. Который, да, месяц работает или два, но такая амброзия цветет два месяца. И хорошо, укололся и забылся. Недостаток этого метода в том, что он требует длительной подготовки. То есть это целый комплекс исследований для того, чтобы определить причинный аллерген. Потом определить, как провести молекулярную диагностику, будет подходить терапия, не будет подходить терапия. Какие там выявлены у него антигены, мажорные, минорные и так далее, в каком сочетании. Потом провести, будет ли реактивно провести эти кожные пробы, как оно реагирует у данного больного. Тоже вывести ведущий. Это целый комплекс работы. Наконец определить, будет эффективна эта терапия или нет для данного больного данным видом лекарства. Это время. Это деньги, извините меня. Это все затягивает ожидания. И только после этого начать терапию, которая тоже сама по себе за 10 дней не проводится. Иммунотерапия, она может длиться год-два. Ну, у детей быстрее. Мы там берем 9-10 месяцев, полтора года, до двух лет. У взрослых чуть дольше. Это удовольствие затягивается. Но эффект есть. Уже после первого, так сказать, к первому сезону, если брать вот эти сезонные качели, летняя, к примеру, аллергия, осенью начал лечиться, уже к следующему сезону ощущает себя гораздо легче. Следующий сезон уже вообще практически проявлений нет. Но это долго, по срокам очень затянуто. Это на сегодняшний день в большинстве случаев финансово затратно. Все-таки это и затраты на исследования. Это затраты на лекарства. Это временные затраты, наконец, затраты либо на врача, если это частный центр, либо на поездку к врачу. Если это коммунальное учреждение, ну, нужно ехать 100, 200, 300 километров, потому что специалисты-аллергологи сидят не на каждом квадратном километре. Нам доводили цифры. Скажем, к примеру, в Испании, на сколько там у них, 30, что ли, миллионов населения, порядка 2,5 тысяч аллергологов. По Украине на тех же, там, 36 или 40 миллионов, 450 аллергологов. Такая же ситуация, в принципе, если брать на душу населения соотношение, пропорцию, я думаю, будет и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, то есть на прилегающем к нашему конгломерату стран, да, и то же самое, это редкая птица, специалист, который владеет этими методиками, ехать далеко, уже затратно, временные затраты, финансовые и так далее. Все это накладывает то, что асид-терапия не пользуется таким, увы, пока широким спросом, с широкой популярностью. Люди все-таки более пользуются вот этими, ну, другими способами, временными способами, симптоматическими, купируют симптомы, и от обострения до обострения как-то пытаются вот это вот лавировать в данной ситуации. Ну, и если раньше тоже был один из таких очень важных аспектов, то, что на старых препаратах, еще той генерации прошлого старого поколения, назовем так, асид-терапия, одно из требований было, это только проведение в стационаре. На сегодняшний день уже есть более современные препараты, с более, там, градуированной, более четко очищенными аллергенами и так далее, позволяющие применять их в виде спреев, позволяющие применять в виде таблеток, то есть не каждый раз ездить на инъекцию к доктору, когда готовится разведение, сколько там миллилитров, подготовленная медсестра, ну, целый, короче, целый процесс, целое посольство, да. А так, уже есть либо готовые провангированные, то есть депо, так называемые формы, которые можно вводить, там, раз в две недели, раз в месяц, ну, к этому еще тоже нужно подойти, либо спреевые формы, таблетированные формы препарата, которые пациент может проводить дома, то есть вводить дома, уже снижается кратность посещения к врачу, что тоже, в принципе, экономически выгодно для пациента, и не так моральная нагрузка такая, и временная, ну, это же, я говорю, финансово не нужно часто посещение ЛПУ. Да, это все хорошо, но с другой стороны, класс этих препаратов гораздо выше, эти препараты сами по себе денег стоят. Они гораздо выше, чем те старые водно-растворимые экстракты, которые нужно было там, специальные условия хранения, разведение только перед введением и все остальное. Они копеечные, но зато, если взять плечо, поездка к врачу, время и так далее, и так далее, это все, оно где-то то на то и выходило. То есть цена терапии и сроки лечения, они немножечко затрудняют, пока, по крайней мере, у нас, вхождение широко этого метода в массы. А вообще лучше проводить осид-терапию в сезон, либо начинать ее за какое-то время до начала цветения, например, амброзия, если есть аллергия на это растение? Да, хороший вопрос. Значит, понимаете, по всем канонам, по классике осид-терапии, мы ее начинаем в межсезонный период. Заканчивается сезон, уходят симптомы, проводим диагностику, проводим все там, подготовку и начинаем пока осеннее, зимнее, там раннее, весеннее месяце, хотя бы за месяц до первого цветения, да, желательно. Но, как я уже говорил, если есть какие-то, ну, супер обстоятельства, то начиная в сезон, уже там май, июнь месяц, если мы говорим об амброзии, амброзия через полтора месяца зацветет, то это уже будем говорить о какой-то экстренной профилактике, но не, собственно, осид-терапии. Это первое. То есть в сезон осид-терапию не начинают. Я имею в виду, если брать пыльцевые аллергены, если брать бытовые, чисто клеща, там, котика, собачку, то тут уже можно, тут сезон постоянно, тут мы просто переводим пациента в состояние вне обострения какого-то, и тогда на этом фоне начинаем осид-терапию. Меньше возможностей нарваться на какие-то неприятности. Значит, если говорить о уже проводимой терапии, то раньше на более старых препаратах, на более, ну, так сказать, ну, первых поколений, то там четко стояло, в сезонный период осид-терапию не проводим. То есть нам хватает тех аллергенов, которые летают вокруг нас, а потом возобновляем в осенний период, там эти, рассчитываем схемы, как опять в терапию уходить и так далее. На сегодняшний день при применении современных аллергенов мы, в принципе, себе позволяем перерывы либо вообще почти не делать, либо не делать вообще перерывы. То есть мы прикрываемся антигистаминами, и получается это пройти этот тяжелый период. Либо можно снизить дозу, либо, ну, в крайних случаях, когда вот все-таки накрывает пациента, когда вот-вот-вот, амброзия, вот он уже июль, все хорошо, уже у нас с 20 июля была симптоматика, уже там нос стек, уже 1 августа мы еще дышим, 5 августа мы еще дышим, но 10 августа началось. Началось и хорошо началось, но тогда говорим, все, мы тогда на месяц прекратимся. Потом будет откат назад на какую-то ступень, это будет перерасчет, это уже работа врача, как потом будет запуститься, выйти. Ну, то есть все индивидуально на сегодняшний день, на современных препаратах. Поэтому вот это старое мнение. В сезон не начинаем, но если уже мы лечимся, то в сезон можем продолжать, но все индивидуально. То есть я не могу здесь говорить категорически, здесь нужно очень тонко, очень вдумчиво к этому подходить. Длительность, к примеру, лечения 2-3 года. Если уже человек там с октября начал, берем амброзию, такой ключевой, да, момент, август месяц, если он начал, и мы выходим на июль месяц, он себя чувствует хорошо, он уже выходит к этому времени, в принципе, на поддерживающей дозе, я говорю о современных препаратах, я не говорю о том, что было вчера. Он стоит на хорошей поддерживающей дозе, дальше проводим лабораторные, клинические осмотры, все остальное, смотрим его состояние, в принципе, я не прекращаю терапию. Мы терапию ведем и смотрим, как он себя ведет. Если появляются первые признаки аллергии, добавляем антигистамины. Если дальше асимптоматика нарастает, то уже следующий прием препарата мы пропускаем. То есть индивидуально, или он пройдет этот сезон на этой поддерживающей дозе, или мы снизим дозу в два раза, в более там раз, будем думать, как мы снизим. Либо, что самое неприятное, мы прервем курс, и потом уже в сентябре месяце, скажем, август четко у него, с первого по 31-го, каждый год все. Там на пятое число его все-таки посыпало, ему стало плохо, у него потек нос, мы прекратили терапию, то уже где-то с числа, с 10-го, 15-го сентября мы начнем ее восстанавливать. Там тоже будет откат назад, там будет регресс дозы, потом ее нарастание, все остальное. То есть сопоставимо немножко с этим термином экстренная профилактика, то есть работа в речном режиме, пока мы опять выйдем на вот это плато, на поддерживающую дозу, и опять в межсезонный период, он опять в штатном, стандартном режиме себе, спокойно, не торопясь, будет получать эту терапию. Итак, 2-3 года до, собственно говоря, выздоровления. Субтитры подогнал «Симон»